На Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа. Мне кажется, что начало этого псалма находится в непосредственной связи с концом предыдущего, и составляет с ним как бы одно неразрывное целое. Так пророк сказал, начало премудрости страх Господень, а здесь блажен муж, боящийся Господа. Другими словами, но теми же мыслями, получает страху Божию. Там он назвал такого человека мудрым, а здесь блаженным. Действительно, в этом заключается истинное блаженство, а все прочая суета, тень, ничтожество. Укажешь ли на богатство, власть, красоту телесную, обилие богатства. Все это подобно падающим листьям, переходящим к теням, мимолетным сновидениям. А страх Божий составляет истинное блаженство. Далее, так как и бесы боятся Господа и трепещут, то дабы ты не подумал, что этого одного достаточно для спасения. Он здесь поступает так же, как поступил выше. Как там сказал начало премудрости, страх Господень превосокупил, разум же верный у всех исполняющих его, и соединяя с учением и соответственной жизни. Так и здесь, сказав о страхе, говорит не об одном только страхе, происходящем от сознания величия Божия, которое имеет и бесы, но присовокупляет блажен муж боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Этими словами он требует строгой жизни, доброго поведения, любомудрой души. Не сказал заповеди его будет исполнять, но крепко любящий. Требует чего-то другого, большего. Чего же именно? Того, чтобы исполнять их с усердием, иметь великую любовь к ним, неопустительно следовать их предписаниям, любить их не для награды, обещанной за исполнение их, но для того, кто установил их, предаваться добродетели с удовольствием, не по страху гиенны, не из-за опасения наказания, не за обещания царства, но для того, кто дал эти заповеди. И в другом месте, выражая удовольствие, получаемое от заповедей Божьих, он говорил, как сладки гортани мои слова твои, слаще меда устам моим. Солом 118-103 Тоже требует, хотя и прикровенно апостол Павел, когда говорит, представьте члены ваши в орудиях правды, во святыне, как прежде вы представляли члены ваши в райбы нечистоте и беззаконию. С каким-то из усердием, с какой готовностью вы предавались пороку, хотя он не доставляет никакой награды, она против наказания и мучения. С таким же усердием предайтесь добродетели. Впрочем, говорит, предлагаемая мера еще умерена, желая выразить это, он и говорит. Ибо по-человечески говорю, по немощи плоти вашей, внушающейся нужно оказывать не меньшую ревнули к добродетели, какую оказывали мы к пороку. Смысл слов его следующий. Если люди не окажут такой же добродетели, то какое они могут иметь оправдание или прощение, не имея к ней такого усердия, какое имели к пороку? Поэтому пророк и говорит, крепко любящий заповеди его. Кто боится Господа, как должно, тот принимает заповеди его с великим усердием. Любовь к законодателю делает закон приятным, хотя бы, по-видимому, он и заключает в себе какую-нибудь трудность. Пусть никто не осуждает меня, если я употреблю некоторое сравнение. Ведь и Павел употребил его, когда сказал, представьте, члены ваши врабы праведности, как прежде представляли врабы нечистоте. Так человек, влюбленный в блудницу, хотя бы подвергался оскорблению, поношению, побоям, бесчестью, хотя бы измон был из Отечества и лишен отцовского наследства и благоволения, хотя бы терпел что-нибудь другое, ужаснейшее, с удовольствием переносит все это за свою постыдную любовь. Если же все это принимает с удовольствием, то тем более не должно ли заповеди Божии, спасительные и славные, доставляющие нам высокой любомудрой и делающие душу лучшую, принимать с великим удовольствием и не находить в них ничего трудного. Трудность происходит не от свойства заповедей, но от лености многих. Если же кто станет принимать их с усердием, тот найдет их легкими и удобоисполнимыми. Вот почему и Христос сказал, «Иго моё благо и бремя моё лёгкое». А дабы тебе убедиться, что это действительно так, что леность многим делает и лёгкое трудным, а усердие и трудное лёгким. Примером тому служат иудеи, которые, питаясь манной, роптали и желали себе смерти. Павел же, мучимый голодом, радовался и восхищался. Те говорили, «Душа наша изнывает от маны, Ты вывел нас умерть, видеть нас, как будто не было гробов в Египте». А Павел говорит, «Радуюсь в страданиях моих, чтобы восполнить недостаток скорбей Христовых в плоти моей». В каких страданиях? В голоде, жажде, наготе и во всём прочем. «Который крепко любит заповеди Его». Как это может быть? Если мы будем искренне и бояться, и любить Бога, если будем понимать сущность самой Добродетели. В самом деле, Добродетель, прежде всего, для всех других наград, заключает награду в самом себе. Так, когда ты не прелюбодействуешь и не убиваешь, то представь, какое получаешься удовольствие, не испытывая упрёков совести, не стыдясь домашних, взирая на всех светлыми глазами. Не то бывает с прелюбодеем. Он всех боится и трепещет, и на самые тени смотрит с подозрением. 312. Тоже испытывает и корыстолюбец, и завистник. А кто свободен от этих страстей, тот испытывает противное. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Семенем Писание часто называет не детей по естественному рождению, но детей по общению в добродетели. Так и Павел изъясняет слова. Тебе дам землю сии семени твоему, говорит. И не все те дети Израиля, которые от Израиля, не все дети Авраама, дети его, но в Исааке наречется тебе семя. И еще. В семени твоем благословятся все народы. А что здесь говорится не об иудеях, показывает само дело. Те, которые сами были под проклятием, как могли сделать все виновниками благословения для других? Здесь говорится о церкви, которая по общению в вере стала семенем Авраама. Таковы люди добродетельные и дети людей, боящихся Бога. Сильно на земле будет семя Его. Для чего он сказал на земле? Дабы показать, что оно таково еще прежде отшествия отсюда и прежде вкушения тамошних благ. Добродетель, как я выше сказал, заключает награду в самой себе прежде других наград. А что человек добродетельный действительно имеет сильное семя и сам сильнее всех, это засвидетельствовали апостолы, доказали пророки. И Господь, имея в виду таких людей, и говорит в Матфея 7,24. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. Сколько народных возмущений, сколько гневных действий властителей, сколько мечей, сколько копий, сколько стрел, сколько печей, сколько звериных зубов, сколько пропастей, сколько морей, сколько козней, сколько клевец, сколько происков направлено было против апостолов. И однако ничто не повредило им, но они остались выше всего, носились недосязаемы для стрел злоумышленников, и самих врагов обращали в ряды своих. Подлинно нет ничего сильнее добродетеля, а на тверже камне, крепче адаманта, напротив, нет ничего ничтожнее и бессильнее порока, хотя бы он был окружен бесчисленным богатством, хотя бы имел великую внешнюю власть. Если же такова сила добродетельных на земле, то представь, какую силу они будут иметь на небесах. Род праведных благословитцев. Видишь ли, как этот род сияет и имеет множество правозвестников, которые прославляют его и удивляются ему. И притом не простых людей, а мудрых. Из людей, пресмыкающихся по земле, никто не может понимать его, но особенно будут хвалить, удивляться и превозносить его те, которые имеют неиспорченный разум. Представь же, как велико это приобретение, которое не лишается похвал ни от ангелов, ни от апостолов, ни от людей великих и дивных. Если таковы, хвалящие этот род, то подумай и рассуди, каков должен быть он сам. Обилие богатства в доме его, и правда его пребывает вовек. Отчувственного пророк снова переходит к духовному, потому что Писание часто называет богатством добрые дела. Например, когда говорит, творите добро, богатейте в добрых делах. Это и есть истинное богатство, а всякое другое носит только название богатства, но на самом деле не таково. Впрочем, если кто будет разумеет, здесь и вещественное богатство не отступит от смысла речи. Кто был и по имуществу богаче апостолов, которым все текло, как бы из источников, и все, которые имели земли и дома, продавали, приносили, полагали цену к ногам апостолов? Видишь ли обилие богатства? Они владели имуществом всех, не имея заботы об нем, и были распорядителями его гораздо более, нежели сами владельцы. Владельцы отказывались от владения и приносили свое имущество к апостолам, сами принимая на себя продажу его и приобретение денег, а распоряжение ими предоставляя во власть апостолов. Поэтому Павел и говорит, ибо ничего не имея, всем обладаем. И удивительно то, что, находясь среди такого богатства, они оставались выше богатства, потому что обилие богатства не овладевало ими. Это особенно и есть богатство, чтобы не нуждаться в богатстве. Слава и богатство в доме его. Здесь больше не требуется объяснение. Они имели славу от Бога, и она следовала за ними по слову божественному. Ищите Царствие Божие, и все сие приложится вам. Кто славнее их? Их принимали, как ангелов Божьих, приносили имущество и полагали к ногам их. Но были даже знаменитые, носившие диадему. Какой царь шествовал с такой славой, с какой Павел? Приводил всех в изумление, везде проповедуя, разрешая узы смерти, прогоняя болезни, обращая в бегство бесов, и даже посредством одежд своих, совершая такие дела. Он делал землю небом и руководил всех добродетелей. 314. Если же так бывает на земле, представь, какой славы удостоятся добродетельные на небесах. Что значит в доме его? Значит с ним. Внешнее же богатство находится не с тем, кто владеет им, потому что оно находится не в безопасности, но в руках клеветников, встецов, властителей, слуг. Потому владеющий им и разбрасывает его повсюду, не надеясь всецело удержать его дома. Для того и представляются к нему стражи и хранители. Хотя это нисколько не помогает, так как оно и при всем том может убежать. И правда его пребывает во век века. Здесь пророк говорит, или о добродетели вообще, или о добродетели противоположной несправедливости, или как выражено у другого переводчика разумеет человеколюбие, милосердие. Действительно, такова сила милосердия. Оно бессмертно, нетленно и никогда не может погибнуть. Все дела человеческие разрушаются, а плод милосердия остается всегда неувядающим, не подлежащим никакой перемене обстоятельств. Хотя тело человека разрушится, но милосердие не погибнет вместе с жизнью, а пойдет приготовить ему обители, о которых говорит Христос. В доме, а сама его обителей много. Таким образом, оно превосходит все человеческое и своим постоянством, и неизменяемостью, которых не имеет ничто житейское. Укажешь ли на красоту, она, увядая от болезни, истребляется старостью. Укажешь ли на власть, она часто изменяется. Или на богатство, или что-нибудь другое, славное и знаменитое в настоящей жизни. А оно или покидает людей при жизни, или по смерти оставляет их ногами, и ничего не имеющим. Не таков плод милосердия. Он не истребляется временем, не разрушается смертью, но тогда особенный становится обезопасенным, когда достигает такой, этой безмятежной пристани. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосердь, и праведен. Описывая блаженство человека, боящегося Бога, пророк говорит о том, что случается с ним же в жизни настоящей, то есть, что стяжания его бессмертны, что он удостоится славы, будет выше всех, увидит подобных ему подобродетелей, ставших детьми его, непобедимыми, и среди трудных обстоятельств будет наслаждаться великой безопасностью. Это и означает слова «Во тьме восходит свет правым». Для таких людей, для ходящих правильно среди тьмы воссияет свет, что значит «во тьме». Хотя бы, говорит, они находились в скорбе, затруднении, искушении, опасностях. Это и называет он тьмою. Господь скоро пошлет им великую радость. Изъясняя это, и апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам 1, 8, 10. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей бывшей с нами Васии, потому что мы, эти акционы, были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Видишь ли, как воссиял свет, тоже можешь видеть и на трех отроках. Они ожидали быть сожженными, но насладились чистейшую росою. Тоже было и с Даниилом, и другими пророками. Впрочем, если кто захочет принимать эти слова в другом переносном смысле, тот увидит исполнение их на всей вселенной. Когда тьма покрыла землю и море, и заблуждение распространилось повсюду, тогда долу воссияло солнце правды. Так как тогдашние люди, оставив небо, искали Бога на земле, то он оттуда и воссиял им, снисшедший к немощным, чтобы возвести их на беспредельную высоту. Во тьме восходит свет правом. Благу он и милосерд, и праведен. Сказав, что правда человека добродетельного пребывает, и таким образом доставив ему утешение, но зная, что многие из людей милосердных и живущих праведно встречают здесь противное, он присовокупляет другое утешение. Благ он и милосерд, и праведен. Господь этот, предлагает здесь всякое убеждение. Если Бог милостью часто прощает и грешников, то тем более он не оставит праведных подшествия отсюда неувенчанными. Если не воздаст им здесь, то непременно воздаст там. Потом прибавляет и праведен. Если же он праведен, какого он и действительно, то воздаст каждому по заслугам. Хотя бы и не воздал здесь, это особенно и служит величайшим доказательством воскресения. В самом деле, если многие из людей добродетельных терпят бесчисленные бедствия, а многие из порочных наслаждаются великим спокойствием, то где каждый получит по достоинству, если не будет воскресения и другой жизни, и суда, и воздаяния? Где далее упомянув о правосудии и тему страшив слушателя, имеющего дать отчет во грехах своих, пророк тотчас предлагает врачевство и говорит «Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде». 316. Смотри, сколько наград пророк назначает человеку милосердному, именно, что плод его постоянно пребывает, что он освободится от искушений, что он уподобится Богу, так как и Бог милосерд, что он получит прощение своих грехов. Это и означает слова «Устроит, говорит, словеса свои на суде, то есть найдет защиту, получит оправдание, не подвергнется тогда осуждению, потому что милостыня послужит ему прекрасной защитой. Он будет наслаждаться великим благоденствием, не испытает никакого затруднения, как превосходный распорядитель. Напротив, человек жестокий, бесчеловечный, немилосердный, весьма нераспорядителен. Действительно, что может быть хуже того, когда кто при опасности без души его бережет деньги, а душой пренебрегает? Потому и Христос похвалил того управителя, который при виде опасности разодрал расписки должников и велел написать новые. Не безумно ли в самом деле в случае опасности для настоящей жизни пожертвовать всем для избавления от опасности? А при опасности наказания в жизни будущей не применять такой распорядительности? Господь называет мудрым распорядителем человека милосердного, который приобретает за малое многое, за деньги небо, за одежду царство, за хлеб и чашу холодной воды будущее благо. Действительно, что может сравниться с такой распорядительностью, когда человек, отдавая благо погибающее, скоро приходящее и тленное, приобретает будущее и неизменное, и через это и настоящей жизни наслаждается безопасностью. Поэтому пророк и говорит, он даст твердость словам своим на суде или, как говорит другой переводчик, устроит дела свои с судом. В каком суде? Именно имеющим быть в последний день, или вообще все дела свои будет устроять хорошо, не будет встречать в них никакого замешательства, но все будет у него в порядке, все будет идти последовательно и своим путем, без всякого смятения и беспорядка, так как милосердие сделает все для него удобным. Это и выражает яснея другой переводчик словами устрояет дела свои с судом, потому что милосердие распоряжается своим имуществом рассудительно, а всякий другой действует бесполезно, нераспорядительно. Он вовек не поколеблется. Что может сравниться с такой распорядительностью, когда человек находит путь, который избавляет его от неожиданных обстоятельств, удаляет от житейских волнений, поставляет его в пристани, так что он, будучи человеком, не испытывает ничего человеческого, или хотя испытывает, но не колеблется. И удивительно, как он при постигающих его искушениях не колеблется и не падает. Разве же не колебались многие из людей милосердых? Нет, хотя они делались бедными, доходили до крайней скудости и подвергались несчастьям, но они не падали, представляя дела, совершенные ими и благоволение к ним. Божие, снискав себе небесную помощь и имея у тебя крепкий и надежный якорь чистой совести. Потому пророк и сказал, что они не подвергнутся опасностям, не поколеблются. Так и Христос о человеке, построившем здание на камне, не сказал, что он не испытает бури, но и подвергшись ей останется непоколебимым. То и удивительно, что он безопасен не от недостатка искушений, но и среди частых испытаний остается всегда непоколебимым. Действительно, невозможно, богатая милосердием когда-нибудь погрязла в нечистоте страстей. В вечной памяти будет праведник. Стих шестой. Смотри, как не только во время жизни, но и по смерти праведник получает и наставляет многих. Как же он может при жизни испытывать что-нибудь злое, когда и по смерти он делает для других наставникам благодушие делается, дабы люди самые неверные убедились, что плод его пребывает бессмертным на небесах. Представляется опыт этого еще здесь. Тогда, как тело его зарывается и предается земле, память о нем носится повсюду. Такова сила добродетели, она не уступает времени, не увядает с течением дней. Впрочем, это делается для спасения людей порочных. Сами праведники не нуждаются в похвалах от людей, а живущие порочно имеют нужду в похвалах праведникам, чтобы они, слыша похвалы, воздаваемые другим, делались ревностнее и когда-нибудь отстали от пороков. Где те, которые строят драгоценные гробницы и воздвигают великолепные здания? Пусть они выслушают, что делает память вечную? Не каменные здания, не ограды и башни, а совершение добрых дел. Это говорит пророк для людей крайне неверующих и незаботящихся о будущем, чтобы отклонить их от настоящего и видимого и направить к будущему, а с другой стороны показывать, что добродетель, как я часто говорил, прежде других наград заключает награду в самой себе. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Как выше он не сказал, что добродетель не подвергнется искушению, но подвергшись не поколеблется, так и здесь не сказал, что он не услышит худой вести, но услышав, не устрашится. 318. Как не убоится? Хотя бы он видел приближающуюся войну или землетрясение, разрушающие города или разбойников и грабителей, отнимающих все, или варваров, делающих набег или болезни, угрожающие смерти, или гнев в тудии, или что-нибудь другое, он не боится, потому что наперед положил свое богатство в безопасном месте, и при наступлении смерти не только не трепещет, но спешит скорее переселиться туда, где скрыто его сокровище. Где ваше сокровище, там и сердце. Если купцы, переслав домой большой груз товаров, каждый день спешат увидеть свое богатство, то тем более человек, сложивший все свои сокровища на небесах, желает оставить настоящее и стремиться к будущему. Потому ничто не может возбудить в нем страх. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Смысл этих слов следующий. Ничто не колеблит его и не привязывает к настоящему, но он весь всецело устремлен к Богу, пребывает в надежде, постоянно утвержден на уповании и ничем настоящим не расслабляется и не развлекается. Житейские заботы таковы, что они развлекают мысли, рассеивают их ум. И так необходимо снова повторить это евангельское изречение. Где сокровище человека, там и сердце его. Утвердится сердце его. утверждено, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Видишь ли человека, построившего дом свой на камне? Чего бояться ему, ничем не обремененному, припоясанному и не подающему никому никакого повода к нападению? Чего бояться тому, кому Бог милостив и благоволит? Таким образом, он безопасен с двух сторон, и от помощи свыше, и от спокойствия снизу. Ничто не может поколебать его, ни потери имущества, ни оскорбления, ни клеветы, ни в чем повредить тому, кто от земли устремился к небу, страну, недоступную никакой злобе и никаким козням. Вы хорошо знаете, что все козни происходят от денег и для денег, и все заботы людей направлены к ним. Когда посмотрят на врагов своих, а кто враг его, кроме злых духов и самого дьявола, он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Так как пророк упомянула милосердие, общительность и сострадательность, а между тем есть много степеней милосердия. Один подает меньше, другой больше. То посмотрим, кого он называет милосердым. Того ли, кто подает от избытка, или того, кто отдает все, что у него есть. Очевидно, того, кто отдает все, кто не щадит при этом ничего. Того же требует и Павел, когда говорит, сеющие благословения щедро, щедро и пожнет. Заметь, какие превосходные выражения употребляет пророк. Не сказал, подал, но расточил, выражая и щедрость подающего и уподобляя дело его сеянию. Действительно, так поступает сеющие, а не расточая то, что имеют, и отдают видимое, чтобы получить будущее. Это лучше собирание богатства. Расточать таким образом гораздо лучше, нежели собирать. Расточается имущество, а собирается праведность. Расточается не постоянное, а приобретается постоянное. Подобным образом поступают и земледельцы. Но они действуют не на верное, потому что у них принимает земля, а ты полагаешь в руку Божию. Откуда ничто не может погибнуть. Итак, когда ты смотришь на красивое золото, и колеблешься отдать его, то вспомни о сеющих, вспомни отдающих взаймы, вспомни о торгующих, которые начинают с издержек и трат, и при том каждый из них вверяет свое имущество неизвестности, потому что и волны, и недра земли, и расписки должников все это неверно. Дающие взаймы часто теряли и самый капитал, а кто трудится для неба, тот не боится ничего подобного, но может быть уверен в целости и капитала, и процентов, если только можно назвать процентами приращения, которые гораздо больше самого капитала. Здесь капитал имущество, а приращение царство небесное. Видишь ли достоинство этого займа, приносящего проценты гораздо больше капитала? Это ты получишь в будущем, а в настоящем будешь наслаждаться совершенным спокойствием, не будешь подвергаться кознем, охладишь страсти клеветников и завистников, проведешь всю жизнь в покое, не изнуряясь заботами настоящим, но крыляясь надеждой будущего. Рог его вознесется во славе, чего особенно желают люди, то есть он часто и поставляет на вид известность, знаменитость, которую добродетельные и там наследуют, и здесь получат, в великом обилии, потому что никто не бывает столь знаменитый и славен, как человек милосердый. 320. Если хочешь, представь с одной стороны людей, расточающих свое имение на конских ресталищах и зрелищах, а с другой стороны милосердого, и увидишь, каков плод того и другого, как последнего. Все постоянно превозносят и удивляются ему, считая его общим отцом и прибежищем, а первых, если похвалят в течение одного только дня по непристойному и безрассудному увлечению, то потом порицают, как людей бесчеловечных, жестоких, тщеславных, как служителей невоздержания и рабов нечестия. В собраниях, когда начнется речь об этом предмете, первых упрекает за издержки и бесполезную трату, а последнего всякий, даже самый бесстыдный, преступный, жестокий, бесчеловечный, похвалит и выразит ему удивление. Такова добродетель. Она получает похвалы даже от тех, которые не следуют ей, тогда как порог отвратителен и ненавистен даже для тех, которые предаются ему. Вот почему людей расточительных не хвалят даже те, которые пользуются от них. Блудницы, возницы, песуны, а напротив отсываются они худо, милосердно же не только бедные, получающие от них, но и все не пользующиеся их щедростью превозносят и любят. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещит зубами своими и истает. Такова добродетель. Она тягостна и невыносима для порока. Так огонь сожигает тернии, так и человеколюбие раздражает людей бесчеловечных и жестоких, потому что оно служит обличением и укоризной их нечестия. Посмотри, как грешник истаивая от гнева не осмеливается произносить укоризну и прямо смотреть на светлое лицо добродетели. Он истаивает в душе, выражает досаду зубами, но не смеет произнести ни слова, а только истаивает и терзается. Таков порок. Хотя бы он достиг самого скипетра, хотя бы стоял близ облеченных в диадему, он всего презреннее и боязливее. Он подобен буре, смятению и волнующемуся морю, хотя бы облечен был безмерной властью. А добродетель напротив, хотя бы впала в крайнюю бедность, хотя бы заключена была в темницу, бывает славнее царей, наслаждается великим спокойствием, находится в тихой и безмятежной пристани, не только ничего не терпит от порочных, но и молча может отомщать им и призывать строгий суд на их нечестие. Что может быть несчастнее человека, живущего порочно, который, кроме того, что раболепствует имуществу, еще оскорбляется достоинствами других, славу других считает собственным наказанием, призывает суд сам на себя, терзается своей совестью, мучится в своей душе, становится палачом для самого себя. Видишь ли превосходную силу добродетели, видишь ли бессилие и жалкое состояние порока, и не в этом только состоит его несчастье, но и во многом другом, на что указывает и пророк, продолжая, желание грешников нечестивых погибнет. Что значит желание грешников погибнет? Значит, никогда не бывает постоянным, так как предметы его желаний столь непостоянные и скоро приходящие, тасообразность тем и самое желание изменяется, прекращается и не имеет никакого корня. Если же таково состояние грешника здесь, то представь, каково оно будет в веки будущем. Поэтому, чтобы нам не потерпеть того же, будем избегать такого пути и изберем путь добродетели и будем постоянно идти по этому пути безопасному, недоступному для врагов, исполненному радости и славы, ведущему нас на небо, доставляющему нам во всем благоволение Божие, делающему нас любомудрыми, заключающему в себе такие блага, которых невозможно выразить словом, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.